Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил с 80-летием героя социалистического труда и заслуженного работника сельского хозяйства республики Датку Кишаева. Вся наша республика гордится достижениями земляка. И не только плодотворный труд отличает именинника. Честный, упорный и принципиально он обладает добрым, отзывчивым сердцем и открытой душой. Поздравление с юбилеем Датка Карович принимал в кругу семьи, в окружении родных и близких и от имени главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова. О юбиляре, о его трудовом пути и настроении в день юбилея расскажет Альбина Ламкова. С 1913 года по сегодняшний день с землей связан. И не ошибся. Датка Кишаев начал свой трудовой путь с 13-летним мальчиком. Все потому, что были тяжелые времена и на семью выпали трудности. Датка был старшим. Младшему брату было 6 лет, а сестренке 3 года. Тогда заболела мама и все обязанности по обеспечению семьи легли на его плечи. И Датка стала работать трактористом в колхозе Кубань. Надо мной смеялись. Ты еще такой пацан, кто тебя возьмет на работу? Ну нашлись, который меня пожалели, взяли на работу. И не ошибся, что я стал трактористом. Дело в том, что в наше время, знаете, многие не ценят эту работу. Да, он тракторист, он был трактористом. А на самом деле этот тракторист кормит. Не один тракторист, все механизаторы мира кормят весь мир. Датка Кишаев проработал почти шесть десятков лет в родном ауле Псыш в колхозе Кубань. У него были старшие товарищи, которые вложили в него практические знания по обработке земли. Поэтому стал руководителем бригады 40 человек, где каждый чувствовал себя как в единой большой дружной семье. Но в то же время он был строгим. Не щадил себя. Того же требовал и от других. Датка Каравич, как никто, понимает, насколько нужно быть внимательным и заботливым к земле. Поэтому были высокие показатели урожая в его бригаде. Пережив трудные годы перестройки, он знал, что обработку полей он не оставит. Это и сделал. И даже после того, как практически перестал существовать колхоз Кубань, его бригада еще продолжала работать. Поэтому в семье Кишаевых слово «труд» подразумевает образы их жизни. Любовь к земле Датка Каравич привил и к своим детям. Старший сын на летних каникулах по окончанию седьмого класса работал у отца в бригаде слесаря. И двое других детей тоже трудились в поле. Самая младшая среди братьев – сестра Олеся. Она была любимым цветочком в доме. Несмотря на свой юный возраст, старшие ее братья поручали сестренке исполнять важные просьбы. А все потому, что строгий отец, видя Олесю, становился добрым и безотказным папой. В любое время я знала, что у меня есть крепкий плечок. Когда мне было плохо, я могла бы к нему обратиться. Я знала, что он мне погладит, все, у меня все полячки проходили. Могла бы жаловаться, он меня защищал. Хотя у меня три брата была, может, и это тоже. Но я себя до сих пор чувствую как за каменной стеной. Не только беспредельная любовь к земле, верность своему призванию, трудолюбию и усердию способствовали достижению высоких результатов земледелия. Но и поддержка родных. Поэтому самая большая награда за прожитую жизнь стала крепкая семья в окружении внуков. А их – 11. Есть уже и правнуки, которые всегда радуют дедушку и бабушку Лиду. Она служит хранителем семейного очага, и без нее невозможен такой уют в доме. И это правда, так как всем известно, что за каждым сильным и успешным мужчиной, такой как Дат Кокарович, стоит мудрая женщина. К тому же и очень скромная. И вместе они уже более полувека. Поздравить Датку Кишаева собрались не только его большая семья, но и руководители районной администрации. Юбиляр всех приветствовал бодро и, как всегда, в хорошем настроении. Поздравил героя социалистического труда Датку Кишаева и глава республики Рашид Тимрезов. От имени руководителя региона зачитал пожелания глава Базинского района Руслан Кужев. В нем было отмечено, что юбиляр – один из достойнейших жителей Корчаева-Черкесии, который посвятил свою трудовую жизнь благородному делу и стоял у истоков развития сельскохозяйственного производства в республике. Огромная преданность родной земле, трудолюбие, усердие, верность призванию и выбранному пути стали залогом невероятных успехов в земледелии. Вся наша республика гордится достижениями земляка. И не только плодотворный труд отличает сегодняшнего именинника. Честный, упорный и принципиальный. Он обладает добрым, отзывчивым сердцем и открытой душой. Было отмечено в поздравлении. Я познакомился с Даткой Каровичем лет 25 назад. Встретился на поле с его сыном, Муратом. Тогда он мне, я как ничего не знаю в этом деле, ну было большое желание. Он мне помог тогда советами, познакомился его отцом. Даткой тогда направляли на правильный путь, как все будет лучше. И с тех времен мы общаемся. Я знаю эту семью очень хорошо. Желаю благополучия в его лице всей его семье. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева, Черкесия. Абадинский район.